Мы, как никто, знаем цену вещам, которые оточивают нас. Что бы не сталося, мы – киевский картонно-паперовый комбинат. Цены завтра поруч. Одной ногой в ЕС. Начало переговоров о вступлении в ЕС без преувеличения судьбоносной решения. Какие интриги и страсти бушевали вокруг этого голосования? Если вы не накладываете вето, вам просто придется закрыть рот. Зажать и дожать Орбана. Есть ли шанс обойти венгерское вето и получить от Европы новую финансовую помощь? Это станет маленьким, но важным мостом. И когда Украина станет членом ЕС? Мы спросили об этом президента Европарламента Роберту Мицолу. Сколько времени понадобится Украине, чтобы внедрить европейские стандарты, по вашему мнению? Наш эксклюзив из Брюсселя. Этот саммит уже назвали одним из самых сложных за всю историю Евросоюза. Дебаты о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС были очень пылкими и длились всю предыдущую и текущую неделю. Преградой стала позиция венгерского премьера, известного своей приверженностью к России. Убедить Вектора Орбана не вставлять палки в колеса Украины и не блокировать решение пытались президент Франции Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и, кажется, чуть ли не каждый европейский лидер, который встречался с ним тет-а-тет. В преддверии саммита откровенный разговор с Орбаном имел и украинский президент. В зале аргентинского парламента Владимир Зеленский буквально зажал венгерского премьера в углу. А сам Орбан, похоже, выторговал в Европе себе преференции и в Брюсселе, по-видимому, решили пойти навстречу. В преддверии саммита Еврокомиссия разблокировала для Венгрии 10 миллиардов евро. Эти деньги были заморожены из-за отсутствия реформ в верховенстве права. Такой восточный базар у Орбана получается. Торгуемся здесь, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Это немножко торг, есть такое. Однако, несмотря на это, венгерский премьер продолжил свою игру. Вышел к прессе и заявил, что это никак не повлияет на его решение по Украине. Мы поставили 7 предварительных условий и 3 из 7 не были выполнены, поэтому нет никаких оснований что-либо обсуждать, потому что предварительные условия не были выполнены. Похожего мнения были Австрия и Словакия, выступавшие за блокирование начала переговоров по Украине. Однако в преддверии саммита они вдруг передумали. Позиция остальных лидеров была абсолютно прозрачной. Киев выполнил все условия, а поэтому его место в ЕС. Я уверен, что лидеры понимают, что это экзистенциальный вопрос для Европы, что наша поддержка Украины должна продолжаться и увеличиваться. Потому что эта война не только против Украины, это также для нашей безопасности. В день начала саммита представители стран-членов ЕС прошли в зал заседаний и несколько минут общались неформально. Во время этого в объективы прессы попало как обычно мрачный. Орбан улыбчиво жмет руки Шольцу и Макрону. Во время саммита к собравшимся обратился украинский президент по видеосвязи. Зеленский подчеркнул, Украина выполнила домашнюю работу и призвал не изменять принципам. Сегодня день, когда решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве. Люди в Европе не поймут, если довольная улыбка Путина станет наградой заседания в Брюсселе. Мы приняли ключевые законы. Вы все, я подчеркиваю, все хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства. Но главная интрига, воспользуется ли Орбан своим правом вето и не заблокирует ли решение о начале переговоров с Украиной, держалась до последнего. Дискуссии продолжались долгих 8 часов. После этого председатель Евросовета Шар Мишель вышел к прессе и сообщил, решение принято. Это исторический момент, который показывает надежность и силу Европейского Союза. Мы начинаем переговоры с Украиной и Молдовой, а Грузия получает статус кандидата. Это очень важно. Мы хотим поддержать Украину. Это очень мощное политическое решение. В эти же минуты венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал видео с собственным заявлением, мол, это решение очень плохое. Позиция Венгрии прозрачна. Украина не готова к переговорам о членстве в Евросоюзе. Это абсолютно нерационально. На это заявление мгновенно отреагировал бельгийский премьер. Слов он не подбирал. Если вы не накладываете вето на решение, после этого вам просто придется закрыть рот. Я не должен был этого говорить. Но что же произошло за кулисами при принятии этого решения? И почему Орбан все же не воспользовался правом вето? По информации инсайдеров, когда переговоры с ингерским премьером зашли в тупик, канцлер Германии Олаф Шольц подсказал ему, как правильно действовать, если он не согласен с остальными 26 странами. Он предложил Орбану просто выйти из зала во время голосования, чтобы не мешать единогласному принятию решения. Фактически он должен был оставить кого-то вместо себя, когда выходил, но он этого не сделал. То есть он это не хотел блокировать до конца. Примечательно, что позже, во время утверждения 12-го пакета санкций против России, который должен ограничить торговлю агрессора алмазами, также оставил в залы премьер Австрии. Он пытался изъять австрийский банк Райфайзен из украинского списка спонсоров войны, так как он работает в РФ. Эти голосования по Украине показали, что, похоже, в Брюсселе, где обычно умеют договариваться, придумали необычный способ, как бороться с такими единоличными вето. Это подтверждает в эксклюзивном комментарии профессор Брюссельской школы управления. Важное решение, принятое без одной страны, это действительно уникально, и я не думаю, что это будет часто повторяться в будущем. Это может быть сигналом типа, ладно, давайте перейдем к другой системе принятия решений с учетом большинства, когда это необходимо. Но, повторюсь, это абсолютно беспрецедентно. Но ключевой вопрос, что же дальше? Начало переговоров о вступлении в ЕС без преувеличения судьбоносное решение. Для Украины это важный этап на пути в членство в Евросоюзе. Но впереди еще немало работы. Переговоры о вступлении – это, по сути, первая ступень на пути к присоединению к Евросоюзу. И к этому Украина должна хорошо подготовиться, внедрить соответствующие законы и стандарты ЕС. После остается подготовка формальности для принятия страны в Евросообщество. И потом, собственно, подписание самого соглашения. Украина – это действительно граница войны против России. Поэтому в этот раз в вопросе переговоров действуют другие правила. Однако, когда речь идет о реальном членстве, то здесь необходимо придерживаться книги правил. И Украина не будет исключением. Так что мы говорим о годах, а не о месяцах. Сколько же лет может занять этот путь? Ранее в ЕС озвучивали прогнозы до 2030-го. Но как теперь, когда Украина ускоренно принимает законы? Мы спросили об этом президента Европарламента Роберту Миццолу лично. Сколько времени понадобится Украине, чтобы внедрить европейские стандарты, по вашему мнению? Я бы скорее сосредотачивалась бы не на временных рамках, а сказала бы, что если условия выполнены, когда требования удовлетворены, тогда нам нужно согласовывать наши слова с действиями. Но более актуальным в условиях войны для Украины сейчас является вопрос помощи, деньгами и оружием. И тут как раз премьер Венгрии отыграл свою карту. При принятии решения о выделении Украине 50 миллиардов евро, он все-таки воспользовался своим правом вето. Венгрия всегда блокирует решения, чтобы получить что-то от Европейского Союза. Сейчас ей удалось получить 10 миллиардов, чтобы обеспечить процесс расширения. Поэтому, вероятно, ЕС снова должен дать ей что-то и в январе и так далее. Это позорный процесс, но, к сожалению, он, пожалуй, единственный, позволяющий принять действительно важные решения. По данным издания Bloomberg, Орбан вместо обещанных ему 10 миллиардов хочет получить все 30, которые были заморожены Евросоюзом. К голосованию по помощи Украине в Брюсселе обещают вернуться уже в январе, во время внеочередного саммита. В то время, как уже сейчас начали искать запасной вариант. Один из них выделять по полтора миллиарда евро ежемесячно. Если Венгрия будет и дальше настаивать на том, что она блокирует, тогда есть вариант, что Европейский Союз на двустороннем уровне может выделить деньги. Дальше вообще предложение также звучало о том, чтобы венгерские 280 миллионов, которые она должна платить Украине в этом пакете общем европейском, убрать их из Венгрии и распределить между остальными. И в ближайшие дни ЕС передаст Украине полтора миллиарда евро. Об этом уже заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это позволит Украине обеспечить свои потребности в начале 2024 года и станет маленьким, но важным мостом. Но главное не это, а тот важный месседж, который эта встреча в Брюсселе послала Киеву, а заодно и Москве. Запад не колеблется и по-прежнему будет помогать в борьбе против агрессора. Страны Евросоюза готовы и дальше поддерживать Украину. Не только на словах, но и в действиях. И этот саммит очередное тому подтверждение. И для этого в ЕС готовы идти даже на нестандартные решения. Из Брюсселя Артем Куля специально для Варафона на канале Freedom.